Учащиеся восьмой школы – постоянные участники Всероссийского конкурса юношеских исследовательских и проектных работ по историко-церковному краеведению. Но победа в столь престижном состязании нас ждала впервые. Восьмиклассник Юрий Евдокимов покорил жюри конкурса глубиной своего исследования. А география конкурса обширна – от Урала до западных границ России. Причем конкурсанты – воспитанники православных гимназий, проходившие подготовку при поддержке местных администраций. Наши же решили сами отправить работу на конкурс, уверенно прошли оба тура и блестяще защитили честь находящегося в неведении Одинцовского района. А началось все с того, что Юрий Евдокимов, с детства посещающий Гребневский храм, задумался однажды о судьбах его прежних настоятелей, собрав материал о последнем из них – священнике Александре Ворончеве. Последним настоятелем Гребневского храма было суждено стать отцу Александру, который был рисован в 1937 году. Он положил жизнь за веру, мученически погиб. Валентина Валерьевна Ильина, будучи учителем основ православной культуры, помогла Юрию в работе с архивными материалами, стала научным руководителем проекта. Юноше пришлось научиться читать клировые ведомости, оказалось, разбирать каллиграфию на церковно-славянском нелегко. За 23 число сентября мы узнаем, что окончивший курс Спасо-Вифанской семинарии священник Петр Васильевич Диаконов первым браком православного вероисповедания женится на дочери священника Александра Пионовского Евдокии Александровне Пионовской первым браком. Новый ересь женился на дочери состарившегося батюшки и занимал его место. Так молодому человеку удалось получить документальное подтверждение, что в давние времена в России существовала традиция передачи прихода в руки другого священника. Он также составил историческую цепь из имен восьми настоятелей Гребневской церкви, выявив особую роль священника и благоустроителя храма Александра Воинова. Столь серьезный труд не ушел от глаз жуи, в которые вошли настоящие энтузиасты дела восстановления исторической памяти России. Такие как председатель Союза краеведов России Владимир Козлов, профессора МГУ, историки. Рецензию на работу написала кандидат богословских наук Зинаида Петровна Иноземцева. Конкурс длился три дня, в течение которых состоялись встречи, конференции, представления докладов, работа с участниками и их научными руководителями. Я там еще и учусь. И потом видеть, что ты не один на этом поле, что рядом работают еще люди, точно такие, как и ты, что ты не белая ворона. Впрочем, столь громкая победа наших земляков в Одинцове прошла незаметно. Даже Юрины одноклассники не все знают о ней. Молодой человек не расстроен, намерен продолжить свою исследовательскую деятельность и восстановить все пробелы в списке имен священников Гребневского храма. Радость была тогда, когда открывались новые имена, когда ты работал непосредственно, когда дышал пылью вот этой архивной. Ольга Винтер, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.